Урок девятый. Обратись всем сердцем. Памятный стих. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душою твоею. Книга Второзакония, 4 глава, 29 стих. Всех нас сопровождает простая правда жизни. Мы грешны. Время от времени мы слышим, как какой-нибудь эксперт сетует на христианскую идею о базовой человеческой испорченности, но достаточно посмотреть новости или сделать беглый обзор истории человечества, как правдивость этой христианской доктрины становится очевидной. А еще проще посмотреть в зеркало. Тот, кто честно и внимательно заглянет в свое сердце, которое может быть пугающим местом для посещения, согласится с отрывком римлянам 3 главы с 9 по 23 стих, который оканчивается словами «потому что все согрешили и лишены славы Божией». К счастью, следующий стих говорит о благой вести, об оправдании даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Решающим фактором в этой вести имеет покаяние, признание своего греха, сожаление о нем, мольба о прощении за него и отказ от него. Поскольку мы грешны, покаяние должно быть неотъемлемым опытом в нашей христианской жизни. На этой неделе мы исследуем идею покаяния, как она представлена в книге «Второзаконие». Воскресенье, 21 ноября. В еврейском языке, как и в большинстве языков, много идиом, когда определенные слова используются для обозначения чего-то отличного от того, что они на самом деле говорят. Одна из идиом в Ветхом Завете – «ми-и-тен». «Ми» – это вопрос «кто», а «и-тен» означает «даст». Итак, буквально «ми-и-тен» означает «кто даст». В Ветхом Завете эта фраза выражает идею стремления и страстного желания. Например, «После бегства из Египта сыны Израилевы, столкнувшись с трудностями в пустыне, воскликнули «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской!» Фраза «О, если бы» произошла от «ми-и-тен». В 13-м псалме Давид произносит «Кто даст Сиона спасение Израилю?» В 6-й главе Иов восклицает «О, когда бы сбылось желание мое!» В книге «Псалтырь» в 13-м псалме Давид произносит «Кто даст ми-и-тен Сиона спасение Израилю?» В 6-й главе Иов восклицает «О, когда бы ми-и-тен сбылось желание мое!» Прочитайте в Террозаконе 5-ю главу с 22-го по 29-й тексты «Господь сказал это всему множество народа вашего, собравшемуся у горы» Говорил он повергающим в трепет голосом, звучащим из огня, облака и тьмы К словам этим он ничего более не добавил А затем он записал сказанное на двух каменных скрижалях и передал их мне «Тогда, услышав тот глаз из темного облака и увидев гору, пылающую огнем, вы подошли ко мне, все вожди колен ваших и старейшины ваши, и сказали «Господь Бог наш поистине явил нам славу свою и величие» Мы сами услышали голос Его из огня «Ныне узнали мы, что когда Бог говорит с людьми, они все-таки могут оставаться в живых» И все же зачем подвергаться нам такой смертельной опасности, пребывая на месте сём Ведь этот великий огонь может сжечь нас Стоит нам снова услышать голос Господа Бога нашего, мы уж точно умрем Кто из смертных, услышав подобно нам голос живого Бога из огня, оставался когда-нибудь в живых? Иди же сам Господу Богу нашему, выслушай все, что Он скажет И что бы Он ни сказал, передай нам, мы будем слушать и исполнять Эти слова ваши услышал Господь и сказал мне Я знаю, что говорили тебе эти люди, и говорили они верно О, если бы их мысли всегда были направлены на то, чтобы благоговеть передо мной и соблюдать все заповеди мои В благополучии жили бы они и их дети вовеки Выделите в данном отрывке ответы израильтян, когда они услышали слова закона Божьего Как вы считаете, почему в ответ на обещание народа исполнять повеления Божьи Господь произносит слова, записанные в 29 стихе? Почему Бог говорит здесь именно о сердце людей? Здесь Господь, Бог-творец, тот, кто создал пространство, время и материю Кто вызвал к существованию наш мир, кто вдохнул водам и дыхание жизни Произносит фразу, обычно связанную со слабостями и ограниченностью человека Какой пример истинной сущности свободы воли? Здесь мы видим, что существуют пределы тому, что Бог может сделать во время великой борьбы Такое использование Мия Тен показывает, что даже Бог не может попирать свободу воли У нас всегда есть выбор Мы можем выбрать грех, а можем выбрать Господа Быть открытыми для Его руководства, влияния Его Духа Покаяться в своих грехах и следовать за Ним Выбор всегда за нами Какой выбор вам предстоит сделать в следующие несколько часов или несколько дней? Как вы можете научиться подчинять свою волю Богу Чтобы с помощью Его силы вы могли делать правильный выбор? Понедельник, 22 ноября Взыщите Меня и найдете На протяжении всей Библии мы находим доказательства Божьего предведения Это значит, что Бог заранее знает все, что произойдет Будь то взлет и падение мировых империй Или действия конкретного человека за несколько часов до того, как они произойдут Господь знает конец от начала Но Его предведение нашего выбора не влияет на сам выбор Таким образом, еще до того, как Он привел сынов Израилевых в землю обетованную Господь знал об их будущем отступничестве Прочитайте книгу Второзакония, 4 глава, с 25 по 28 стих Когда вы уже вместе с детьми и внуками в той стране настолько очерствеете душой Что в растлении своем станете делать различные извоения идолов То есть совершать злые дела в очах Господа, Бога вашего Вызывая на себя негодование Его То призываю во свидетеля неба и землю Скоро изгнаны вы будете с той земли, ради которой идете за Иордан, чтобы овладеть ею После того недолгим будет ваше пребывание на ней Полное разорение постигнет вас Рассеет вас Господь повсюду Лишь немногие из вас уцелеют среди народов в тех странах, куда Он изгонит вас И будете там служить богам, изделию рук человеческих, из дерева ли, из камня Всяким башкам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни есть, ни запаха вдыхать Какая духовная опасность подстерегала народ израильский после того, как он выйдет в обетованную землю? В предыдущих стихах Господь повелевает израильтянам не делать идолов и не поклоняться им Но последующие стихи говорят о том, что они нарушат это предостережение Обратите внимание, что во второзаконе 4 главе 25 тексте Моисей ясно дает понять, что это произойдет не сразу После всего того, что они недавно пережили, вряд ли они сразу же впадут в идолопоклонство Однако со временем, поколение спустя или около того, тенденция забыть, что Господь сделал для них и от чего Он предостерегал их Приведет к тому, от чего Он предостерегал Прочитайте книгу Второзакония 4 глава с 29 по 31 стих Но даже и там, если станете искать Господа Бога вашего, только тогда сможете найти Его, если вы желаете того всем сердцем своим и всей душою своей В страдании своем, когда все эти беды обрушатся на тебя, а ты, когда придет то время, вернись к Господу Богу твоему и прислушайся к тому, что Он говорит «Потому что Господь, Бог твой, Бог милосердный, не покинет тебя в беде, не доведет до разорения и не забудет про свой союз, завет с прадцами твоими, скрепленный клятвой Его» Какой же выход предлагает Бог на случай, если народ впадет в виды лопоклонства? Как вы думаете, что значит взыскать Бога всем сердцем? Божья благодать удивительно! Несмотря на то, что народ впал в виды лопоклонства и понес должные последствия своих грехов, если люди обратятся к Господу, Он простит и восстановит их Слово «обратиться» во второзаконе 4 главе 30 тексте на самом деле означает «возвратиться», то есть они возвращаются назад к Господу, туда, где они должны были пребывать все время Еврейское слово «тшува» образовано от того же корня, что и слово «возвратиться» и означает «покаяние» Таким образом, обращение — это возвращение к Богу после того, как мы были отделены от Него из-за наших грехов Вторник, 23 ноября Чува Ключевая тема, повторяющаяся на протяжении всей книги второзакония, такова Повинуйтесь Господу и будете благословенны Не повинуйтесь, и вы пострадаете от последствий Новый Завет говорит о том же Не обманывайтесь, Бог, поругаем, не бывает Что посеет человек, то и пожнет Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление А сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную Шестая глава послания Галатам Наша реальность такова, что после грехопадения грех кажется таким же естественным, как дыхание И несмотря на все предостережения и обетования Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалеко Мы часто падаем в грехи, о которых Бог предупреждал Но и тогда Бог готов принять нас обратно Если мы покаемся и возвратимся к Нему Прочитайте еще раз Книгу Второзакония, 30 главу, с 1 по 10 тексты Когда все это случится с вами Благословение и проклятие, которое изложил вам И когда вы серьезно задумаетесь над ними там Живя в окружении разных народов, среди которых рассеет вас Господь Бог ваш Вы вернетесь к Господу, Богу вашему И вместе с детьми своими во всем будете послушны Ему Исполняя от всего сердца и от всей души все то, что я повелел вам сегодня Тогда Господь Бог ваш возвратит вам прежнее благополучие В сочувствии к вам Он соберет вас и уведет от тех народов, среди которых вы жили в рассеянии Хотя бы и на край света вы изнаны были Господу Богу вашему не составит труда и там собрать вас и возвратить оттуда Он приведет вас в землю, которой владели отцы ваши И вы будете владеть ею Господь Бог ваш сделает вас народом процветающим и более многочисленным, чем в дни отцов ваших И вот какое обрезание совершит тогда Господь Он обрежет сердце твое черствое, необрезанное и сердца потомков твоих Чтобы любил ты Господа, Бога твоего, всем своим сердцем и всей своей душой И это ради самой жизни твоей А все проклятия эти обратит Господь на врагов твоих, на тех, кто ненавидел и преследовал тебя Тогда ты вновь будешь послушен Господу, исполняя все заповеди Его, которые ныне велю тебе соблюдать А Господь даст тебе избыток счастья в каждом труде твоем В плоде чрева твоего и в приплоде скота твоего и в плодах на полях твоих Ибо Господь опять будет радоваться твоему благополучию, как и некогда радовался благополучию отцов твоих Поскольку ты будешь послушен Господу, Богу твоему, соблюдая Его заповеди и установления, записанные в этом свитке закона Стоит только обратиться к Нему всем сердцем своим, всей душою своей Какие обетования дарует Господь людям, даже в случае их падения и неверности Богу? На каком условии основывались эти чудесные обетования? Данная идея проста и однозначна Если вы согрешите, в результате вас и вашу семью постигнут ужасные последствия Это делает грех Но даже тогда вы можете покаяться, и Господь примет вас обратно и благословит Много раз в этих стихах встречается еврейский глагол «шув», от которого происходит и слово «чува» Например, в 30 главе книги Второзакония говорится «И обратишься Господу, Богу твоему» В 8 стихе 30 главы этой же книги его можно перевести буквально «А ты обратишься и будешь слушать Глаза Господа» Наконец, во Второзаконии в 30 главе в 10 тексте, где оно звучит так «Если обратишься Господу, Богу твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоею» Опять же, слово «обратишься» на самом деле означает «возвратишься» Несмотря на нарушение завета со стороны народа, Господь не желал оставлять израильтян И у них оставался выбор ответить тем же Насколько важно для нас истинное покаяние Ведь мы, как и Израиль, иногда нарушаем завет, который однажды заключили с Богом Среда, 24 ноября Всем сердцем твоим Второзаконие 30 глава с 1 по 10 стих Раскрывает благодать Бога для грешников, которые имели особое благословение от Бога Ибо есть ли какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем Его? Сложно понять, как они могли согрешить после того, как Господь столько сделал для них Прочитайте книгу Второзаконие 30 глава с 1 по 10 стих Когда все это случится с вами, благословение и проклятие, которые я изложил вам И когда вы серьезно задумаетесь над ними там, живя в окружении разных народов, среди которых рассеет вас Господь Бог ваш Вы вернетесь Господу Богу вашему И вместе с детьми своими во всем будете послушны Ему, исполняя от всего сердца и от всей души все то, что я повелел вам сегодня Тогда Господь, Бог ваш, возвратит вам прежнее благополучие В сочувствие к вам Он соберет вас и уведет от тех народов, среди которых вы жили в рассеянии Хотя бы и на край света вы изгнаны были Господу, Богу вашему, не составит труда и там собрать вас и возвратить оттуда Он приведет вас в землю, которой владели отцы ваши, и вы будете владеть ею Господь, Бог ваш, сделает вас народом процветающим и более многочисленным, чем в дни отцов ваших И вот какое обрезание совершит тогда Господь Он обрежет сердце твое черствое, необрезанное, и сердца потомков твоих Чтобы любил ты Господа Бога твоего всем своим сердцем и всей своей душой И это ради самой жизни твоей А все проклятия эти обратит Господь на врагов твоих, на тех, кто ненавидел и преследовал тебя Тогда ты вновь будешь послушен Господу, исполняя все заповеди Его, которые ныне велю тебе соблюдать А Господь даст тебе избыток счастья в каждом труде твоем, в плоде чрева твоего, и в приплоде скота твоего, и в плодах на полях твоих Ибо Господь опять будет радоваться твоему благополучию, как некогда радовался благополучию отцов твоих Поскольку ты будешь послушен Господу Богу твоему, соблюдая Его заповеди и установления, записанные в этом свитке закона Стоит тебе только обратиться к Нему всем сердцем своим, сей душою своей Найдите фразы, описывающие, что подразумевало их покаяние, их обращение к Богу Что требовалось и что это говорит нам сегодня о том, что включает в себя истинное покаяние В конечном счете они сделали выбор вернуться к Богу и повиноваться Ему всем сердцем своим Настоящая проблема их непослушения коренилась в сердцах, потому что если бы они в сердце своем были праведны перед Богом За этим последовали бы определенные действия, они были бы послушны Вот почему им было дано чудесное обетование, что если они возвратятся к Господу, искренне обратятся к Нему Тогда Он будет действовать в них и обрежет их сердца Они должны возвратиться к Богу, затем Он вернет их к себе, ведет в землю обетованную и благословит их И частью благословения станет изменение их сердец, чтобы они и их дети любили Господа Бога От всего сердца и от всей души, дабы жить В итоге они должны были бы искренне раскаяться в грехах в ответ на побуждение Бога Эллен Уайт писала, хотя и в другом контексте Народ скорбел, потому что своей греховной жизнью навлек на себя страдания, а не потому что обеславил Бога, нарушив его святой закон Истинное раскаяние – это нечто большее, чем скорбь о грехе Это решение отвратиться от зла И это истина, какую мы можем увидеть во Второзаконии 30 главе с 1 по 10 стих Как мы можем понять разницу между сожалением о последствиях греха, которые может испытывать каждый, и сожаление о самом грехе? Почему это различие так важно? Четверг, 25 ноября Покайтесь и обратитесь Новый Завет наполнен идеей покаяния Иоанн Креститель начал свое служение с призыва к покаянию Прочитайте Евангелие от Матфея, 3 главу, с 1 по 8 текст В те дни явился миру Иоанн Креститель, проповедуя в пустыне Иудейской, он призывал «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» Это о нем было сказано через пророка Исаию Голос громко взывающего в пустыне «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему» Иоанн носил одежду из грубой верблюжьей шерсти Бедра его опоясывал простой кожаный пояс А пищей ему были акриды и дикий мед Шли к нему тогда из Иерусалима, из всей Иудеи и всей округи Иорданской Признавали грехи свои, и он крестил их в реке Иордан Когда же увидел Иоанн, что многие из фарисеев и садокеев тоже идут к нему Чтобы принять крещение, он остановил их словами «Отродье змеиное! Кто сказал вам, будто сможете вы избежать грядущего возмездия? С жизнью докажите искренность покаяния вашего» Как идея возвращения проявляется в этих стихах? А также почему его слова имели особое отношение к фарисеям и саддукеям? Иисус тоже начал свое служение с призыва к покаянию Прочитайте Евангелие от Марка, 1 главу, 15 текст Он говорил, «Настал час, приблизилось Царство Божие, покайтесь и верьте вести благой» В чем, согласно этому тексту, был призыв Иисуса? Как вы думаете, почему он связывает покаяние с верой в Евангелие? Будь то Иоанн Креститель, обращающийся непосредственно к религиозным лидерам или Иисус к народу в целом, идея покаяния одна и та же Мы грешники, и хотя Христос пришел спасти грешников, нам нужно покаяться в своих грехах И это покаяние, будь то отступника или верного христианина, впавшего в грех или новообращенного, включает в себе отказ от наших старых греховных путей Мы должны признать свою греховность, сожалея о самом грехе, а не только о последствиях Далее мы должны сделать сознательный выбор, избавиться от грехов, полностью полагаясь на заслуги Иисуса Слушать глаза Господа, Бога твоего Некоторые исследователи Библии видят в Новом Завете отголоски идеи поклонения, выраженной во второзаконии Например, когда Петр обвиняет народ в распятии Иисуса Многие из людей умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам «Что нам делать, мужи-братья?» То есть, сознавая свой грех, они сожалели о нем И хотели знать, что им теперь делать, чтобы быть праведными перед Богом, которого они оскорбили Разве это не та же самая ситуация, что и у всех нас, грешников, оскорбивших Бога? Прочитайте Деяния апостолов, 2 главу, 38 текст «Покайтесь, — сказал им Петр, — и пусть каждый из вас примет крещение во имя Иисуса Христа Тогда простятся вам грехи ваши, и вы получите дар Святого Духа» Как Петр ответил на вопрос, слышавших его проповедь в день Пятидесятницы Пятница, 26 ноября Для дальнейшего исследования С каждым новым шагом в нашем христианском опыте наше покаяние будет все более углубляться Именно к тем, кого Господь простил, к тем, кого Он признал своим народом, обращены Его слова Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе И вновь Он говорит «Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что Я Господь Для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стада Когда Я прощу тебе все, что ты делала, — говорит Господь Бог Тогда наши уста не откроются для самопрославления Мы будем знать, что наша достаточность в одном лишь Христе Нашим собственным станет тогда признание апостола «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира Благость Божия ведет тебя к покаянию Милосердие и сострадание божественной любви эти золотые цепи обвивают каждую душу, находящуюся в опасности Господь говорит «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение» Вопросы для обсуждения Первый. Хотя мы должны каяться, но нам нужно быть осторожными, чтобы избежать ловушки превратить покаяние во что-то вроде добродетели, будто сам по себе акт покаяния — это именно то, что делает нас праведными перед Богом Только единственным образом мы можем быть праведными перед Богом Каким? Второй. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребреников превосвященникам и старейшинам, говоря «Согрешил я, предав кровь невинную» Они же сказали ему «Что нам до того? Смотри сам» И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился Несомненно, Иуда сожалел о том, что сделался Иисусом В конце концов, он покончил с собой Но почему его действия не считаются истинным покаянием? Третий. Каким образом реальность человеческой греховности должна побуждать нас быть смиренными перед другими и перед Богом? Как смерть Сына Божьего раскрывает, насколько ужасен в действительности грех? Субтитры создавал DimaTorzok